Взаимопонимание невозможно. Это надо просто раз и навсегда понять. Просто мы так устроены, что внутри каждого из нас свой собственный мир. И даже если наш мир кто-то рассмотрит, то он его рассмотрит, исходя из своего мира. И он не может нас понять так, как мы себя понимаем, потому что мы себя смотрим изнутри своего собственного мира. Мы в себе, как бы сказать, замкнуты. Другого мы когда понимаем, мы все равно как бы проецируем, мы пытаемся надеть, что-то из него исходит, как-то на свое представление о прекрасном. И истинного взаимопонимания невозможно. Мы рождаемся одни, живем одни, умираем одни и так далее. У нас может быть близость. Близость. Это когда вы с другим человеком синхронистичны. Вы на одной волне, если без сложной терминологии. И вы можете быть с другим человеком на одной волне от совместной деятельности, от совместного общения, от совместных проектов. Получать удовольствие. А ожидать, что кто-то придет – это детская наивная фантазия. Мальчик из Карлсон, понимаете, говорит «хочу собаку». Ему Карлсон говорит «тем я хуже собаки». Почему это происходит? Да потому что ребенок хочет найти какую-то душу, которая точно будет сострадать ему изнутри. Изнутри бывают только паразиты в кишечнике и в других областях. Ничего изнутри не будет. Поэтому надо внутренний мир свой не мучить страданиями, чтобы к нему все сострадали, а его нужно сделать красивым, как свет, чтобы на него летели мотыльки. Вот логика взаимопонимания. Редактор субтитров А.Семкин